уважаемые друзья все кто смотрит нас на телеканале tbn вера 24 вам доброго утра благодарим бога что сегодня мы вместе с вами можем размышлять над такой темой русь крестили на меня забыли и стоит знак вопроса или восклицательный знак сегодня каждый из нас будет определяться для себя что для нас значит крещение господня какую роль это крещение играет лично в моей жизни в жизни моей страны почему мы говорим за нашу страну потому что мы с вами понимаем что бог нам позволил жить чудесной прекрасной богом спасаемой россии ну аминь или не аминь мы любим нашу страну мы ее крепко благословляем история нашей страны удивительно и бог так сделал что в девятьсот восемьдесят восьмом году нашей стране в киевской руси на то время князем владимиром святославовичем было осуществлено массовое глобальное крещение и принятие христианства это были удивительные времена до этого времени мы не знаем какой русь была языческой мы не знаем ни из летописи не из истории всех тонкостей и деталей когда мы вникаем в историю нашего нашего государства ее формирование именно с этих времен принятия христианства более подробно и более четко мы можем видеть как развивалась наша страна какие были законы какие были княжества кто правил какая была монархия как какую историю сегодня мы с вами несем в своем сердце понимая что сделал князь владимир святославович для нашей страны и это очень интересно всех побуждаю изучить посмотреть потому что это наша с вами история мы живем с вами в глобально крещенной христианской стране знаю ли вы об этом или нет если вы вспоминаете своих удивительных соседей или родственников или может быть до недавно во времени себя и вы скажете одну христианство и крещение и отношения с богом это не была моя культура это не было моим личным откровением и наша жизнь как многих людей которые когда-либо крестились она была далека от священного писания также однажды это было очень далеко от жизни самого князя владимира который удивительным образом принял крещение и вы знаете что на то время византийская империя и все вокруг вот этого царь-града константинополя ближайшие города которые возвеличивали константинополь это было колыбель христианства и все смотрели на роскошество богатство влияние и силу и император который царствовал в то время император василий второй это человек который был высоко поднят на престол христианства и конечно же князь владимир хотел соответствовать этой оппозиции и хотел как-то войти в эту монархию и каким образом лучше это было сделать жениться и у императора василия была замечательная сестра которую никак не выдавали замуж и трижды приходили разные сваты чтобы свататься но никак никто не отдавал и настало время когда на ту же самую византийскую империю были разные восстания и одно из восстаний которое было достаточно серьезным и василий призывает владимира чтобы он как-то своей дружиной вступился помог но владимир достаточно серьезный стратег и политики он говорит о том что я готов вам помочь своей ближайшей дружины погасить это восстание внутри ваших византийских земель но в благодарность этого вы должны выдать мне в жены вашу сестру а ну принцессу и конечно же это была великая сила великий уровень но на самом деле восстание было подавлено но василий второй не спешил выдавать замуж за вот этого необузданного язычника владимира которого как говорится помыли умыли но в для христиан того византийского времени для того константинопольского периода когда богослужение красота обрядость золото влияние сила вот они смотрели на языческую земли россии и думали что это очень на грязный и очень такой страшный языческий народ который на то время приносили жертвы и человеческие многое другое и конечно же для того чтобы этот брак мог вообще соединиться страна наша должна была принять христианство и владимиру не спешили выдавать в жены сестру василия и тогда владимир пошел войной на херсонес это херсонес сегодня это часть россии я лично был там смотрел эти раскопки то самое древнее место вообще в россии которая имеет вот такие глубочайшие корни тысячелетия этим городам и конечно сегодня там развалины но доступ наше государство позволяет любому бесплатно проходить смотреть исследовать вникать и владимир пошел войной на херсонес взял его это был сигналом тому что следующим нападением возможным нападением будет город константинополь царь град и тогда в этот самый момент конечно же василий второй принимает решение что дешевле будет все-таки соединиться с владимиром но есть одно условие вы должны принять христианство владимир посылает своих гонцов в константинополь который присутствует на шикарном пышном богослужении и когда они увидели красоту устроена силу и тогда конечно приха при свидетельствует владимиру о том что христианство это то что нам надо и тогда в городе киев в реке днепр состоялась это удивительное массовое водное крещение потому что владимир заявил и сказал о том что кто любит князя в этот день на приходите на берег днепра и пришло конечно огромное количество людей нужно понимать что в то время почти ли многих богов чтили на огромный пантеон богов и когда сказали им об иисусе христе то многие люди которые абсолютно не были рождены свыше не звучала евангельская проповедь где действует дух святой в нашем привычном библейском понимании которое открывает греховность человека призывает его к покаянию и люди просто думали ну будем чтите еще иисуса христа вот однажды ну или если вы бывали в разных азиатских странах вы видели там многобожья которому поклоняются эти добрые люди и когда им проповедуешь об иисусе они спокойно принимают его и говорят и иисуса будем тоже чуть-чуть любить и ему тоже поставим просто скажите каких идолов и богов мы должны как бы поставить из чего они должны быть дерево железо или может быть медь или камень мы и мы сделаем это и также на тот самый момент люди таким же образом и приняли христа но подумаешь их мы у нас десятки богов будет еще один но настало время когда крещение состоялось и когда историки говорят что владимир на самом деле поменял свое сердце поменял и многие вещи которыми пользовался до обращения к богу вот в таком его проявление которое знает история он был достаточно серьезным варваром и и гаремы имел и алкоголь и многое-многое другое но историки говорят что он поменялся и начал каждое воскресенье кормить людей раздавать им хлеб потому что дела милосердия стал больше строить чем разрушать это говорит об этом история и конечно же не все княжества это очень хорошо и ревностно приняли преимущество бояре сразу все покрестились мы потому что это очень правильно если ну с человеческой точки зрения если ты хочешь соответствовать чину положению влиянию бюджету ты должен идти так как идет князь и многие просто крестились потому что а зачем ссориться с князем но были и разные княжества например новгородская которая бунтовала против этого были разные на пророки идолов которых танки которых чтили например был такой бог перун и были разные провидцы которые гормин не надо креститься и история говорит что когда владимир послал в новгород своего полководства военачальника который разговаривал с этим в кавычках пророком он сказал ему ну раз ты говоришь от имени богов которые не нужно креститься не нужно принимать христа тупо что говорят твои боги о твоей жизни долго ли ты будешь жить и он должен был сказать если я буду жить коротко но значит тогда какая любовь богов ко мне если я жить коротко буду потому что это люди должны были жить долго они должны быть старцами они должны быть умудренные и убеленные сединой а если я скажу долго то я также попадаю в ловушку что же сейчас будет со мной и он конечно сказал долго этот полководец на отсек ему голову и сказал нет твоих богов обманывают они потому что ты живешь очень коротко и также вот они насаждали христианство я хочу сказать что крещение руси которая уже насчитывает более чем тысяча лет земля на которой мы с вами живем народ язык слова проповедь служение оно конечно было неоднозначным и многие люди которые принимали христа искренним сердцем отказываясь от идолов и там действовал дух святой мы знаем множество сподвижников и сильных верных людей которые по-настоящему были преданы христу также мы знаем и сегодня мы видим что многие люди которые вроде бы принадлежат внешнему христианству которые принадлежат и имеют даже крещение вот если я даже сейчас спрошу из присутствующих здесь кого из вас крестили допустим в детстве то я первым подниму руку и скажу что мои убеждения моих родителей в основном моей мамы было таким не важно что там слово божье проповедь церковь это не важно важно во время ребенка в детстве покрестить а там будь как будет главное застолбить в его сердце вот эту позицию внешнего и многие принимали христианство в то время очень внешне и вот мне кажется что вот этот дух внешнего вот этой красоты и литургии вот этого всего 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 а он и до сегодняшнего дня витает на нашей богом спасаемой земле но мы с вами знаем из писания что когда бог работает с человеческим сердцем он работает не с внешним а с внутренним он работает сердцем человека потому что христос вселяется человека и когда человек искренна лично не стадно не всех загнали в днепр не всем сказали ну-ка креститесь иначе иначе а именно искренно когда человек сам обращается к богу и в этот самый момент дух святой просто берет в руки эту жизнь и направляет ее и вы свидетели тому как могущественно дул божий действовал вас да есть множество людей которые сегодня говорят не надо нам ничего рассказывать из писания меня покрестили я когда-нибудь где-нибудь успею встретиться с богом главное я исполнил внешний обряд давайте посмотрим а что же библия конкретно говорит уводным крещением каким было она первое пробуждение в первой церкви на этой земле которое еще было от начала рождества христова не 988 от самого самого начала давайте посмотрим с вами книга деяния апостола 2 глава с 36 стиха каким было пробуждение в первой церкви пётр проповедовал и сказал 36 стих и ниже 2 главы и так твердо зная весь дом израилев что бог соделал господом и христом всего иисуса которого вы распили услышав это они умилились сердцем и так давайте посмотрим с вами несколько мест еще на писание матфея 3 глава 5 стих и ниже проповедь иоанна крестителя покаяния тогда иерусалим и вся иудеи все окрестности орданское выходили к нему и крестились от него в ордане исповедую грехи свои увидев же иоанн многих фарисеев садукеев идущих к нему креститься сказал им порождение ехидины кто внушил вам бежать от будущего гнева сотворите же достойный плод покаяния следующая проповедь иисуса матфея 4 глава 16 стих народ сидящий во тьме увидел свет великий и сидящим в стране и тени смертной воссиял свет с того времени иисус начал проповедовать и говорить покайтесь ибо приблизилось царствие небесное итак первое это покаяние когда человек осознает свою греховность отказывается от нее принимает иисуса христа своим сердцем и покаяние открывает дверь для рождения свыше человек рождается для божьего царства когда мы рождаемся даже в христианской стране это никакой не залог нашего спасения когда мы рождаемся от наших прекрасных христианских матерей это не залог нашего спасения это возможность больше услышать христа но каждый человек должен иметь личную встречу с богом но аминь или не аминь аминь и так посмотрите пожалуйста когда сказал пётр и до креститься каждый из вас что это значит неужели каждый звучит буквально каждый в нашей церкви мы не крестим каждого мы внимательно смотрим изучаем поддерживаем учим вдохновляем встречаемся мы хотим видеть что человек созрел и он правда этого хочет однажды очень недовольная удивительная благословенная женщина сказала покрестите моего ребенка и мы сидим с ней в пастырском кабинете и я объясняю ей что но мы не крестим детей она примет пример именно этот текст священного писания говорит написано каждого значит каждого я говорю что он в библии нет ни одного свидетельства того что крестили детей кроме как христос сказал не препятствуйте детям приходить ко мне там не сказано не препятствуйте детям и крестите детей она говорит мне сколько я должна заплатить да вот такой появился поворот мы не продаем крещение мы не придаем не продаем венчание мы не продаем никакие литургии христианские и когда мы служим мы делаем это бескорыстно если у человека есть желание на основании слова божьего стать частью жертвы десятин и приношение это его желание но в церкви вы не найдете никакого прайса никакого никогда во имя господа иисуса потому что писание нам заповедует не делать этого посмотрите что говорит библия в деянии апостолов 8 главы 12 стиха когда проповедовал свою проповедь филипп он сказал 12 стих но когда поверили филиппу благовествующему о царстве божьем а имени иисуса христа то крестились и мужчины и женщины и в этом месте писания я не вижу детей мы любим детей мы благословляем детей что же мы делаем с детьми когда рождаются в нашей церкви прекрасные дети мы свидетельствуем родителям и говорим приносите детей в храм мы выводим их на это святое место и мы благословляем их мы посвящаем как говорит священное писание евангелия луки первое второе главы приносите благословляйте но нигде не сказано крестите потому что перед крещением идет покаяние но как покаяться ребенок ребенок не осознает не понимает этих нравственных границ ну что понимал я в свои три с минусом года когда моя мама направила меня великую сергию лавру и крестила меня там и застолбила меня там и какое-то имя мне тайное дали и все 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 но абсолютно никто не занимался моей духовностью но когда мне стало 19 лет без от роду три дня до 20 я помню как есть крепко покаялся лично обратился к богу это было самое мощное покаяние покаяние во спасение и когда человек обращается господу в покаянии вот именно вот это самое первое покаяние когда рождается его дух такое покаяние может быть один раз в жизни говорит ли это о том что после мы живем и больше никогда не каемся ни в чем мы каждый день в чем-то каемся извиняемся сокрушаемся говорим господи прости но это не покаяние во спасение потому что эти покаяния не дорождают твой дух свыше 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 с каждым разом иначе мы только каялись чтобы дородиться свыше но мы уже дородились свыше полностью нам не нужно перерождаться заново обновляться перерождаться нет однажды искреннее покаяние расторгла связь твою с первородным грехом сняла проклятье тьмы и дала тебе право знать христа и христу жить в тебе и имя твой записали в книге жизни за что слава нашему господу аминь как происходит крещение давайте посмотрим деяние апостола 8 глава 34 стих евнух же сказал филиппу прошу тебя сказать о ком пророк говорит это о себе ли или о ком другом филипп отверз уста свои и начав от всего писания благовествовать ему об иисусе между тем продолжая путь они приехали к воде и евнух сказал вот вода что препятствует мне креститься филипп же сказал ему если веруешь от всего сердца можно он сказал в ответ верую что иисус христос есть сын божий и приказал остановить колесницу сошли оба в воду филипп и евнух крестил его когда же они вышли из воды дух святой сошел на евнуха а филиппа восхитил ангел господин и евнух уже не видел его и продолжал путь радуясь и так филипп проповедовал евнухом первое он дал ему наставление об иисусе христе убедившись в осознанном понимании что иисус есть христос спаситель мира он евнух видя воду а соску он слышал об этом что крещение нужно принимать в воде он говорит вот вода сейчас есть препятствие крещению и он сказал если ты веруешь от всего сердца то нет остановили вошли в воду в нашей церкви даже зимой как бы там не было сложно и холодно мы никогда не крестим каким-то окроплением каким-то поливанием какой-то специальной орданская землю водой которые однажды меня просили из нашей церкви кстати просили вы едете в израиль пастор группа я поехать не могу привезите воды и зародана и земли и воды и кусочек камня стены плача и полное укомплектование говорит буду пить поставлю в холодильник буду пить вот это все наслоение языческих представлений в любую воду войди даже если это бассейн наши чудная благословенная церкви мы помолимся за эту воду и она станет лучше чем орданская почему потому что во имя иисуса христа ты молишься за пищу за воду за что-то еще и в нашей церкви мы крестим только с полным погружением для чего это говорит о том что человека погружают в смерть вместе со христом как было во время потопа ноя все грешно осталось под водой и когда ты восстаешь из воды для новой жизни во христе поэтому следующее смысл крещения давайте посмотрим римлянам 6 глава 3 стих неужели не знаете что все мы крестившиеся во христа иисуса в смерть его крестились и так мы погреблись с ним крещением в смерть дабы как христос воскрес из мертвых славой отца таки нам ходить в обновленной жизни ибо если мы соединены с ним подобием смерти его то должны быть соединены и подобием воскресения зная что ветхий наш человек распят с ним чтобы упразднено было тело греховное дабы нам не быть уже рабами греху ибо умерший освободился от греха галатам 326 ибо все вы сыны божья по вере во христа иисуса все вы во христе крестившиеся во христа облеклись нет уже иудея язычника нет раба и свободного нет мужеского или женского пола ибо все вы одно во христе иисусе крещение это решение соединиться со христом навсегда крещение и смысл этого крещения это не обряд это твое заявление для тебя окружающих тебя для духовного мира что христос живет в твоем сердце и ты навсегда посвящаешь ему свою жизнь ты умираешь для старой греховной жизни чтобы было упразднено греховное тело похоти многие страсти все что разрывало твое сердце и тянуло тебя в мир развращенный умирает и ты восстаешь воскресаешь для новой жизни во христе обновленной жизни поэтому все кто сегодня присутствует здесь возлюбленные мои братья и сестры если вы когда-либо были крещены радуюсь торжествую вместе с вами если вы еще не крещены кто-то из присутствующих вы обязательно должны сделать это почему смотрим смысл крещения матфея 28 глава 19 стих и так идите научите все народы крестя их во имя отца и сына и святого духа и сказал им идите по всему миру и проповедуйте евангелие всей твари кто будет веровать марка 16 15 или 16 16 и креститься спасен будет а кто не веровать осужден будет обратите внимание что это повеление божье в начале идет проповедь потом идет молитва покаяния и признание иисуса господом впоследствии идет крещение как завет и обещание господу служить чистой и доброй совести об этом написано в первом петра 3 главы 21 стихом библия говорит так и нас ныне подобное сему образу крещение не плотской нечистоты а мытья но обещание богу доброй совести спасает воскресением иисуса христа который вошед на небо пребывает одесную богу и которому покорились ангелы власти и силы посмотрите возлюбленные что слово крещение она переводится как погружение и когда люди сегодня входят в воду и если они погружаются и думают что это только вот самое главное что они должны сделать это неправильно после когда ты сделал и завет с богом и заключил это крещение через вхождение в воду через покаяние наставление веры через крещение перед тобой открывается новая дверь взаимоотношений с господом чтобы ты мог погрузиться во христа погрузиться в его слово погрузиться в его церковь погрузиться в служение как посмотрите что сказал пётр когда вы примете крещение после покаяния сойдет на вас дух святой посмотрите что было с филиппом филипп 8 глава книга деяния апостолов когда его покрестил не с филиппом простите с евнухом когда филипп покрусти покрестил евнуха сошел на нему дух святой и всякий раз когда вы будете читать и видеть бывают моменты когда дух святой сходил раньше чем человек принял физическое крещение это неважно важно если есть покаяние в сердце человека преимущественно дух святой дышит где хочет может крестить человека духом святым даже перед водным крещением и это слава господу многие имеют такое свидетельство но это не отменяет наша привилегию поступить по слову исполнить всякую правду и покреститься в воде засвидетельствовать всему миру духовному видимому и невидимому о том что я принадлежу господу я хочу обратиться ко всем присутствующим в нашей церкви кто еще посещает наше собрание думать что это не так важно и не имеет такого великого смысла сегодня крещение крещение имеет великий смысл если вас покрестили в детстве рад за вас но это больше похоже на то средневековье девятьсот восемьдесят восьмого года который многих людей привело к днепру но они не были рождены свыше чтобы по-настоящему заключить завет господом чтобы заключить с ним завет нужно лично встретиться с ним покаяться креститься и принять духа святого и всем своим сердцем продолжать служить господу быть погруженным христа быть погруженным его слова быть погруженным в его церковь и ожидать его пришествия но аминь или не аминь